Марка Лада раскрыла секрет полишинеля. Внедорожник 4х4 снова будет называться Нивой, правда с приставкой Legend на конце. К этому празднику вазовцы подготовили небольшой подарок – пластиковые накладки на решетки вентиляции. Напомним, что нелепое название 4х4 модель ветеран примерила полтора десятилетия назад, когда права на бренд Нива перешли совместному предприятию GM АвтоВАЗ. Теперь права вернулись обратно. В итоге в обойме Лады оказались сразу две Нивы. Первого поколения Нива Ледженд и второй генерации Нива Тревел. Интересно, сами владельцы будут называть этими именами свои машины? А ведь впереди третья Нива, та самая, что создается на платформе Дастера. По последним данным из Тольятти, новинка выйдет не раньше 2023 года и будет заметно отличаться от концепта двухлетней давности. Следующая новость со знаком минус. В российском представительстве компании Инфинити решили отказаться от легковых машин. Это среднеразмерный седан Q50, а также родственная ему двухдверка Q60. Таким образом, на нашем рынке останутся сплошь кроссоверы и внедорожники. Это модели QX50, QX60 и флагманский QX80. А в середине года компанию им составит купеобразный паркетник QX55. В южнокорейском городе Инчон прошло грандиозное пиротехническое шоу, вошедшее в Книгу рекордов Гиннеса. В нем было использовано рекордное количество беспилотных летательных аппаратов. В воздух одновременно поднялись сразу 303 коптера. Причем здесь автомобили? Все просто. Таким образом, марка Kia презентовала свой новый логотип, который вскоре заменит нынешнюю эмблему. Одновременно объявлен и новый девиз – движение, которое вдохновляет. Впрочем, не только Kia начали 2021 год со смены эмблемы. Новый логотип также представил концерн General Motors. Между тем, прежний символ использовался на протяжении полувека, меняясь лишь незначительно. Радикальное обновление логотипа боссы концерна объяснили началом электромобильной эры. В этом году GM выпустит первую серийную модель на оригинальной модульной платформе и с аккумулятором нового поколения.